Всего в нашей республике подтверждено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Члены рабочей группы при оперативном штабе провели третью по счету прямую линию. Она показала, что изменение ситуации в связи с пандемией вызвало новые вопросы жителей республики. Рабочая группа, которой руководит вице-премьер Алла Салаева, круглосуточно мониторит ситуацию. Акценты постепенно смещаются. Практически исчезли вопросы, связанные с наличием защитных масок, продуктов в магазинах, дистанционным обучением, передвижением по столице и районам. Мобильные бригады сумели объяснить большинству, что лучше оставаться дома. Исключение составило вербное воскресенье, когда сотни прихожан устремились в храмы, что создало дополнительную угрозу здоровью многих. Это то самое место, где идет концентрация большого количества людей в закрытом помещении на небольшой территории. Вы не знаете, кто рядом с вами стоит. Вы не знаете, болеет этот человек или нет. Но тем не менее, это может стать тем самым детонатором распространения коронавирусной истории на территории республики. Немало вопросов по больничным, самоизоляции и потери работы. Особенно это интересует так называемых вахтовиков. Кто-то работает по договору, кто-то без. Когда начался коронавирус, мой сын потерял работу, остался без доходов. У них двое малолетних детей. Как прокормить семью? В данной ситуации рекомендуем обратиться в службу занятости по месту жительства вашего сына. Представить документы нужно в электронном виде через портал «Работа в России». Соответственно, будет приниматься решение на 11-й день после поступления соответствующего обращения. Все те, кто потерял работу, начиная с 1 марта, будут иметь возможность быть зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных и получать пособие по безработице в максимальном размере. Но те, кто не осуществлял трудовую деятельность, именно в рамках трудового договора, они будут получать пособие по безработице также в минимальном размере. Еще одна важная тема – поддержка индивидуальных предпринимателей. В связи с закрытием магазинов, торговых центров, многие остались без средств к существованию. Подушка безопасности есть далеко не у всех. В Рио главы республики подписал указ, которым определен перечень мер помощи. В качестве мер поддержки также определены вопросы имущественной поддержки в части отсрочек по арендной плате. Что должен сделать арендатор? Девушка, что она должна сделать? Во-первых, она должна обратиться к своему арендатору с заявлением о предоставлении либо отсрочки платежа, либо уменьшения арендной платы, потому что в какой-то период времени она деятельность свою не осуществляла, и этим имуществом не пользовалась. Если ситуация критическая, то можно воспользоваться правом стать на время малоимущим и получить средства по этой линии. Поможет в этом Минтрут Республики. Среди вопросов – надо ли носить маски? Однозначно да. Можно ли ездить на даче? Однозначно нет. А вот жить там какое-то время можно. Жители опасаются, что сменная вахтовая работа, две недели труда на две недели отдыха, только накаляет обстановку заражения коронавирусом, идет по кругу. Границы между регионами вправе закрыты только на уровне федерального правительства, ответили члены рабочей группы. Больничные листы, выписанные в соответствии с законом до 19 апреля, продлеваться не будут. Перевозчики обязаны дезинфицировать транспорт. Чтобы отправить ребенка в дежурную группу детского сада, нужны справки только от родителей. Бабушки и дедушки тут ни при чем. Шумерля, Алика, Вурмары, Чебоксары – вот география звонков. Некоторые вопросы повторялись. Поэтому, сказала в завершении руководитель рабочей группы вице-премьера Алла Салаева, профильные ведомства должны структурировать ответы и выложить их в открытый доступ.